Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Астрид Лингрен «Мио мой Мио», смотрите это видео. Вы будете знать о сказочных приключениях мальчика Мио и его друга Юм-Юма. Написала повесть Лингрен в 1954 году. Рассказ ведётся от первого лица. Потому и я буду рассказывать так, как будто эта история произошла со мной. По радио объявили об исчезновении 9-летнего мальчика Буссе. Из сообщения полиции Стокгольма. Позавчера в 6 вечера он исчез из своего дома. Выглядит так-то, одет кто-то. Если кто-нибудь что-нибудь знает – сообщите. Никто и никогда в Стокгольме больше ничего не слышал о нём. Уж я-то знаю. Потому что этим мальчиком был я. Я был приёмным сыном у тёти Эдли и дяди Сикстена. Попал я к ним, когда мне был годик. А до того я жил в приюте. Тётя Эдля хотела девочку, но подходящих девочек не было. И она выбрала меня. Они меня не любили. Более того, они проклинали тот день, когда забрали меня из приюта. Я очень много времени проводил с другом Бенкой. Я хотел, чтобы у меня был такой же отец, как и у него. Иногда перед сном я думал о своих настоящих родителях. Почему они меня оставили? Тётя Эдля сказала, что моя мама умерла, когда я родился. А об отце вообще ничего не известно. Ко мне хорошо относилась только тётя Лундин из фруктовой лавки. Ведь именно с неё и начались мои приключения в октябре прошлого года. Я проходил мимо её лавки, когда она меня остановила и дала яблоко. Она попросила бросить в почтовый ящик открытку. Перед тем, как это сделать, я увидел, что слова написаны на ней словно огненными буквами. Я прочитал… «Королю страны дальней. Тот, кого ты так долго искал в пути. И день, и ночь он в пути. А в руке у него волшебный знак – золотое яблоко». Я ничего не понял. Кинул открытку в ящик и увидел, что яблоко, которое мне дала тётя Лундин, стало золотым. Мне стало очень одиноко. Я сел в парке на скамейку. Начался дождь. Вдруг в свете фонаря на земле что-то блеснуло. Это была бутылка из-под пива. Конечно, пустая. Кто-то засунул в её горлышко кусок деревяшки. Я поднял бутылку. Мне показалось, что в ней кто-то есть. Я раньше читал о джиннах в арабских сказках. Но здесь, в парке Стокгольма… Не, но внутри был бух. Я открыл бутылку. Оттуда сразу появился он. Дух становился всё больше и больше. Он сказал, что за то, что я его освободил, я могу просить его о чём угодно. В бутылке он оказался случайно. Вчера прилетел в город, решил выспаться. Залез в пустую бутылку, а потом её закупорили. – Откуда ты, Дух? – спросил я. – Из страны дальней. – Опа! Знакомая страна. – Тогда возьми меня с собой в свою страну. Он не хотел брать, пока не увидел у меня в руке золотое яблоко. Дух сказал, что это знак и что его король давно меня ищет. Он обнял меня. И мы полетели. Летели долго и оказались на каком-то красивом острове. На берегу стоял замок. Там мы и приземлились. Навстречу нам кто-то бежал. Я понял, что это мой отец – король. И я бросился к нему. Отец искал меня 9 лет и нашёл. Моя мама действительно умерла. Я уже долго живу в его стране. И здесь я счастлив. Мы с отцом проводим вместе много времени. Он сказал, что меня зовут Мио. Отец обращался ко мне так – Мио, мой Мио. У меня появился друг Юм-Юм, сводя лошадь Мирамис. А ещё я узнал, что в стране чужедальней правит жестокий рыцарь Ката. Здесь мне не хватало только моего друга Венки. Жаль, что его не было рядом. Но зато был Юм-Юм. Он был сыном королевского садовника. И мы с ним сразу подружились. Однажды я рассказал отцу, что в Стокгольме я любил одного старого коня – Калле. Тогда он подарил мне белую Мирамис с золотой гривой. Я с Юм-Юмом вдвоём катались на ней. Однажды мы встретили мальчика-пастуха Нонно. Он играл на флейте. Мальчик сделал нам тоже каждому по флейте. И научил нас играть пастущую мелодию. Мы договорились с Юм-Юмом, что если кому-нибудь из нас понадобится помощь, то мы позовём друг друга с помощью этих флейт. Во владениях отца были ещё Страна Заморская и Страна Загорная. Путь к ним вёл через мост утреннего сияния. Но по ночам мост разводили, чтобы никто не смог попасть на остров Зелёных Лугов. Отец опасался рыцаря Ката. Оказалось, что братьев пастуха Нонно похитил рыцарь Ката. Это он нам рассказал, когда мы однажды втроём ночевали в поле. Причём я заметил, что когда кто-то произносил имя Ката, то вокруг становилось холоднее. Дул ветер, опадали листья… В общем, я боялся Ката. «Однажды мы с Юм-Юмом сели на Мирамис и поскакали по мосту. Вдали я увидел, что мост кончается. Под ним была пропасть. Я попытался остановить лошадь, но у меня ничего не вышло. Я уже успел попрощаться со своим отцом, как увидел, что Мирамис может скакать и в воздухе. Мы приземлились в Стране Заморской. Юм-Юм отвёл меня к мальчику Ери. У его дома стоял необычный колодец. В нём не было воды. Зато по вечерам этот колодец рассказывал сказки. Во дворе я нашёл маленькую серебряную ложечку. Она когда-то принадлежала младшей сестре Ери, которую тоже похитил Ката. Ери подарил эту ложечку мне. Когда потемнело, мы все вместе пошли к колодцу, уселись вокруг него и стали ждать. А потом из колодца послышался голос. Он рассказывал старые забытые сказки. Мне было очень интересно. Одна из сказок была о юном королевиче, который на своей лошади лунной ночью поскакал далеко-далеко в дремучий лес. Я подумал, что это, может быть, обо мне… Я спросил у отца, знает ли он, где дремучий лес. Конечно, он знал. Тогда я сказал ему, что хочу туда поехать лунной ночью. Я увидел, что он опечалился. «Да, Мео. Похоже, время уже пришло. Поезжай в лес». Я сказал о своём желании поехать в лес Юм-Юму и предложил ему поехать со мной. «Ну наконец-то! – сказал он. – Конечно, поедем вместе». Сразу я не понял такой его реакции. «Мы уселись на Мирамис и поехали. А затем и полетели к дремучему лесу. При свете луны он был очень красив. А за лесом я увидел страну, погружённую во мрак. Это была страна чужедальняя, которой правил рыцарь Ката. Мирамис спустила нас в лес. Мы поскакали между деревьев. И вдруг увидели чей-то дом. Женщина пригласила нас войти. Она сказала, что давно нас ждала. При этом она ткала полотно. «Почему вы работаете ночью? – спросил я. Полотно волшебное. С ним можно работать только ночью. У этой женщины рыцарь Ката тоже похитил дочь. Она горевала. Я сказал Юм-Юму, что отправляюсь в страну чужедальнюю». «Я знаю», – ответил он. «Все это знают. Так сказано в предсказаниях». «Блин, но я же боюсь. А вдруг я погибну?» Юм-Юм сказал, что пойдёт со мной. Это тоже было в предсказаниях. Ткачиха подшила волшебное полотно к моему плащу, дала нам хлеб и попрощалась с нами. Мы подъехали к воротам страны чужедальней. Это был проход между двумя огромными скалами. Вокруг было очень темно. Мирамис не решалась туда идти. Но я направил её вперёд. Мне было не так страшно, потому что со мной был друг. Мы скакали очень долго. Подъехали к озеру, над которым летали птицы. На другом берегу стоял высокий чёрный замок. Рядом мы услышали чей-то стон. Кто-то просил еды. Мы увидели старую хижину, в которой жил дряхлый старик. Я дал ему кусок хлеба. Он его жадно съел. А потом спросил, что мы забыли в этой дыре. «Хочу сразиться с рыцарем Ката», – сказал я. «Мой вам совет, ребята. Уходите туда, откуда пришли». «Неа». Старик сказал, что те птицы, которые летают над озером и горестно плачут – это заколдованные птицы. И мы тоже станем птицами, когда Ката нас схватит. Старик посоветовал обратиться к кователю оружия и показал дорогу к нему. Когда мы вышли из хижины старика, то поняли, что Мирамис схватили стражники. Нам вдвоём атаковать пятерых было бы глупо. Мы только смотрели, что они будут делать с моей лошадью. Стражники погрузили её на большую чёрную ладью. У меня потекли слёзы. Как же я хотел сейчас быть дома с отцом. Но я был здесь. Нужно было действовать. Через мёртвый лес мы пошли к кователю мечей. В лесу ходили стражники. Они искали нас. И однажды они чуть нас не увидели. Но деревья нас спрятали. Другим разом скала открылась, и мы спрятались в пещере. И всё же стражники нас увидели. Они бежали к нам. Я уже подумал, что нам пипец. Но тут гора впустила нас в себя, а потом как-то закрылась. Стражники остались снаружи. Мы оказались в огромной пещере и пошли в ней неизвестно куда. А потом мы потерялись. Юм-Юм куда-то исчез. Я его звал, но он не появлялся. Я остался сам. И тут я вспомнил о Флейте. Я начал играть на ней. И услышал, как Юм-Юм тоже играет. Вскоре мы нашли друг друга. А потом мы увидели кузницу. В ней был огромный мужик. И он был прикован цепью к горе. Да такой цепью, что её нельзя было разбить. Его приковал Ката и приказал ему делать для него мечи. – Привет! Нам нужен меч, чтобы завалить Ката. Дай, пожалуйста. Кузнец достал спрятанный меч. – Вот, держи. Этот меч может рассекать камни, – сказал он. – Ведь у Ката сердце из камня. А вместо руки у него железный коготь. Он вырывает сердца людей, а потом вкладывает им каменные сердца. Кузнец пожелал нам удачи и показал, как можно выбраться из пещеры. Была ночь. Рядом среди скал стояла его тайная ладья. Мы сели в неё и поплыли. Волны выбросили нас у подножия замка рыцаря Ката. Мы полезли вверх по скалам. Когда мы были почти наверху, то увидели, как стражник хотел факелом осветить скалу. Если бы он нас увидел, это был бы для нас конец. Но птица, которая летала над озером, сбила с собой этот факел. И при этом погибла сама. Когда стражники смотрели в другую сторону, мы перелезли через стену и побежали к замку Ката. Ворота бесшумно сами отворились. Мы вошли и стали подниматься по лестнице. А потом стена поглотила Юм-Юма, и он исчез. Вот так. Был, и его уже нет. Я поднялся наверх и оступился. Я висел над пропастью, и тут вдруг мне подали руку. Вернее, железный коготь. Меня схватили стражники и отвели в покое к рыцарю. Там уже был Юм-Юм. Ката оказался таким, как я его и представлял. Очень страшным и злым. Он взял мой меч и выбросил его в окно, прямо в озеро. Пипец. Меч, который так долго ковал кузнец, на который была вся надежда, улетел в окно. Ката размышлял, что с нами сделать. Он мог превратить нас в птиц или заменить живое сердце на каменное. Но он решил посадить нас в башню, чтобы мы умерли от голода. Ката велел своим стражникам отвезти нас в башню и охранять. Сидя в башне, мы очень хотели есть. Засыпать было нельзя, иначе мы бы не проснулись. Чтобы себя чем-то занять, мы решили поиграть на флейтах. А потом я в своём кармане нашёл серебряную ложечку, которая когда-то принадлежала младшей сестрёнке Ери. Я взял её в рот и чувство голода пропало. Ложечка кормила меня. Блин, ну сказка эта. Потом я этой ложечкой накормил Юм-Юма. В башне было очень холодно, и мы замёрзли. Я обернулся своим плащом, только обратной стороной. И вдруг Юм-Юм закричал, что не видит меня. Это было волшебное полотно, которое дала нам ткачиха. Оно делало меня невидимым. Почему сразу об этом было не сказать, не понимали. К окну подлетели птицы. У них в клювах был мой меч, который они подняли со дна Мёртвого озера. Я надел плащ, стал невидимкой и с лёгкостью разрубил мечом дверь. Стражники меня не видели, и я побежал к покоям рыцаря Ката. Он сидел спиной ко мне. Я сказал ему, что пришёл его последний час. Сорвал плащ и приготовился сражаться. Целый час длилась наша битва. Но в конце концов я выбил меч из его рук, а потом пронзил его каменное сердце. Он исчез. На полу лежала груда камней и железный коготь. И ещё маленькая серая птичка билась в окно. Я открыл его и выпустил птичку на волю. Наступило утро. Я выглянул в окно и посмотрел на озеро. Оно было голубым. В нём отражалось солнце. Заколдованных птиц не было. Я подумал, что меч мне больше не понадобится и бросил его в озеро. Я побежал к Юм-Юму. Ни одного стражника нигде не было. Они куда-то исчезли. Мой друг меня дожидался, играя на флейте. Мы пошли во внутренний двор замка, и там я увидел Мирамис. Она скакала мне навстречу. Мы сели ей на спину и поехали из замка. Как только мы выехали из него, он разрушился. Все заколдованные птицы снова стали детьми. Не было только дочки-ткачихи, которая птицей погасила факел и погибла. Я завернул её в плащ, сотканный её матерью. И вдруг она открыла глаза. Она ожила. На ней больше не было следов от ожогов. Вдруг стали появляться люди, которые удивлялись красивой природе. Дети сели на лошадей, и все мы поскакали назад, домой, в страну дальнюю. Было утро, когда мы приблизились к мосту. Дети вернулись к своим родителям, а я поскакал к отцу-королю. Он обнял меня и сказал – Мио мой Мио. Вот такая добрая, наивная сказка, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok